Добрый день. Как дела? Бог живой? Бога любите? А меня любите? Не все сказали, я слышал. Проверять не буду. Ты сам знаешь. Можешь про себя сказать, если хочешь. Ладно, я начну. Первое царство. Не, второе царство, извиняюсь, двенадцатая глава. Да. Просто хочу сегодня начать концовкой прошлой проповеди. Я забыл одно место вам сказать. Я не буду его комментировать. Я его просто прочитаю, и мы потом поедем дальше. Ну, если получится не комментировать. Двенадцатая глава с восемнадцатого стиха. На седьмой день дитя умерло, и слуги Давидовы боялись донести ему, что умер младенец. Ибо говорили они, когда дитя было еще живо, и мы уговаривали его, и он не слушал голоса нашего. Как же мы скажем... Как же мы скажем, ему умерло дитя, он сделает что-нибудь худое. И увидел Давид, что слуги его перешептываются между собой, и понял Давид, что дитя умерло. И спросил Давид слуг своих, умерло дитя? И сказали, умерло. Тогда Давид встал с земли, и умылся, и помазался, и переменил одежды свои, и пошел в дом Господень, и молился. Возвратившись домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел. И сказали ему слуги его, что значит, что ты так поступаешь? Когда дитя было живо, ты постился и плакал, а когда умерло дитя, ты встал и ел хлеб. И сказал Давид, да коли дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо. А теперь оно умерло, зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, оно не возвратится ко мне. Аминь. До вас доходит? Объяснять надо? На самом деле, с духовными людьми так бывает, и должно быть так, и именно так. Для людей часто это непонятно, как так может быть, что Давид вот такой, что нужно же, вот, умерло, сейчас устроим еще больше трауру. Будем плакать, будем в черном ходить и так далее. Давид мыслит по-другому. И я хотел бы, чтобы ты, как духовный человек, тоже учился жить, как духовный человек. Да, что проходишь проблемы, проходи проблемы, но когда прошел проблемы, оставляй их уже в прошлом, потому что Бог, Он живой. Аминь. Бог есть жизнь, и Бог сюда нас, на эту жизнь поместил, на самом деле, не для того, чтобы мы только страдали. И христианская жизнь, это не пустыня. Знаете, в христианской жизни есть пустыня, и она должна быть. И мы проходим через пустыню. Ну, вот у Иисуса была пустыня 40 дней. Для меня Иисус, это вот яркий пример того, как нужно проходить пустыню. Да, у народа Израиля пустыня была 40 лет, и целое поколение умерло в этой пустыне. То есть для них вот этот вот принцип жизни христианской, они вот так вот сами решили для себя, вот из-за своего неверия, да, они сами решили остаться в этой пустыне. И никогда оттуда не выйти. Был на это план Божий? Нет. Бог их ввел в землю обетованную. Пустыня, знаете, какого размера была, в которой они 40 лет проходили? По-моему, там за 11 дней ее можно было пройти. Там их несколько было, этих пустыней, ну, по названиям даже. Но смысл именно такой, что пустыня, она не такого размера, да, для того, чтобы в ней провести всю свою жизнь. Бог, что Иисус сказал? Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. И вот сегодняшняя проповедь, она о жизни. Я просто хотел тебя сегодня вот спросить, ты живешь? Ты умеешь жить? Ты наслаждаешься жизнью? И вот об этом, понимаете, потому что Бог нас привел на эту землю для того, чтобы мы жили, для того, чтобы мы наслаждались жизнью. Да, у нас есть страдания. Но Библия их называет нынешние кратковременные страдания. Там, если еще поскорбев немножко от различных испытаний, все это есть. С великой радостью принимайте, когда впадаете в различные, да, испытания. Вот чему нужно научиться, да. Но Библия, она учит этому, что есть жизнь. Мне вот нравится Давид, что он любил жить и умел жить. И когда прошло его испытание, когда уже была поставлена точка в этом испытании, он не потерял ни секунды. Вот научитесь, да, научитесь Библии, научитесь вот мыслить, как духовные люди. Перестаньте мыслить стереотипами, что нужно так, или нужно так, или должно так. Бог не хочет, чтобы мы вот теряли свой потенциал жизни. Потому что, ну, вот мы его, и он есть жизнь. Аминь. Иисус тоже сказал, я есть путь, истина и жизнь. Да. Мы много раз говорим, что он есть путь. Мы много раз говорим, что он истина, но он еще и жизнь. Аминь. Давайте откроем первое послание Иоанна, и просто вот прочитаем, как апостол Иоанн, он описывает то, с чем, как бы, столкнулся в своей жизни. Да. Как он называет Христа, как он называет христианство, да, вот христианскую жизнь. Первое послание Иоанна, с первого стиха, первая глава. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели, своими очами, что рассматривали, и что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Аминь. Да, и вот он так говорит, ибо жизнь явилась. Да, вот, знаете, Иисус Христос не религия. И вот это нужно больше и больше понимать, что это не просто один из путей Бога, это сама жизнь. Вот. И поэтому нам так очень важно в первую очередь смотреть на Него. Но не смотреть на Него вот через только религиозный стереотип, смотреть на Него через Слово, через то, как его описывает Библия. Друг мытарей и грешников любит есть и пить вино. И знаете, вот как будто бы чуть-чуть, как будто бы не так важно, но вот за этим целая жизнь. Это живой человек, это человек радующийся жизни, это человек, умеющий общаться, это человек, имеющий друзей, это человек, любящий жизнь. Понимаете? А что нам диктует религиозные стереотипы? Что радоваться это плохо, что нужно больше печалиться, в этом есть что-то духовное, нужно меньше есть, нужно вот загонять себя в какие-то рамки и поститься. А к Иисусу приходили и удивлялись, а почему вот ученики фарисеев и Иоанна Крестителя, они постятся все время, а твои ученики едят. Ну да, Иисус говорит, что с ними жених и так далее, но и мы тоже как бы вот, а жених с нами или нет? Он сказал, сей я с вами до конца века, все, жених с нами. И вот он нес это, знаете, вот я уже много раз говорил, вот кто мог поститься, так это он больше всех, да? Ему вот это нетрудно было, знаете, у него независимость была от еды или от вина. Он показывал что-то, он показывал что-то, что вот он жил. Понимаете? Он жил среди людей. Он не страдал, не мучился, не проходил постоянные испытания, а он вот был этой жизнью и нес эту жизнь. И показывал это все время. Знаете, вот я сегодня просто хотел бы тебя спросить, ты какой человек? Ты человек, с которым приятно находиться, которому звонят иногда друзья и говорят, ну ты когда к нам приедешь? Вот вам звонят друзья ваши или нет? Ну, я не хочу, но я просто знаю, что мне звонят, знаете, у меня есть друзья, хоккеисты, и вот они говорят, ну ты что давно не приезжал, приедь в баньку к нам. И я понимаю, что, ну, знаете, это не, ну, вот им нравится со мной. И как бы вот, и ничего в этом такого нет. И они грешники, и у них там есть, бывает и спиртное какое-то, но я с ними себя чувствую комфортно, и они меня с собой чувствуют комфортно. И я, несмотря на это, я им нет-нет, да какое-то слово Божье скажу, что-то попроповедую, и они, и им нравится. Они сами не говорят, ну, как бы это, но, вот понимаете, кто такой христианин? Христианин, в первую очередь, это должен быть, вот, ну, приятный человек, человек, с которым хочется быть, человек, который несет позитив. Такой был Иисус. Давайте вот про него еще прочитаем. Лука, 2 глава, 52 стих. Иисус же преуспевал, вот это написано про молодого Иисуса. Вот, после того, как они с мамой подходили, помните, папа и мама его потеряли в 12 лет. Вот, и после этого он пришел, и написано, что он находился у них в послушании. И небольшое описание про него. Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте и любви у Бога и аминь. Понимаете, вот, не просто так написано, вот, в любви у Бога, а в любви у Бога и человека. Помните, как написано про эту первую церковь в деяниях апостолов? Что они тоже находились в любви у всего народа. Вот, они нравились. А мы иногда кем являемся? Сектантами. Сектантами, которые много говорят о Боге, которые готовы съесть мозги людям своими разговорами. Я сейчас не пытаюсь никого судить. Вы же знаете, что, ну, как бы это есть у христианских церквей, это есть. Мы как будто заставлены нести и свидетельства им. Как будто вот, я должен им посвидетельствовать, я должен им рассказать и так далее. А в первую очередь ты должен просто жить и находиться у них в любви. Ты должен быть хорошим, приятным и интересным человеком, которому просто вот, просто приятно с ним, и все. А не так, что ты ушел, и они такие, ух, наконец-то. Вот оно есть. Но я просто вот одно понимаю, что у Иисуса было не так. Вот Он преуспевал в премудрии. И вот так вот мы должны возрастать. Вот это через нас должно переливаться. Что мы должны, во-первых, быть мудрыми, позитивными, радостными, интересными, и находиться в любви у Бога и всего народа. И вот это вот тоже, знаете, Он находился в любви у Бога. Вот видно по твоей жизни, что ты находишься в любви у Бога. Могут ли про тебя люди сказать, что Бог тебя любит? Не только ты, который говоришь, я знаю, Бог меня любит. Вот тоже есть у нас это. Я верю, Бог меня любит. А могут ли люди про твою жизнь сказать, что Бог тебя любит? Вот оно должно быть. Оно должно как-то быть замечено, переливаться. И Он был просто сыном плотника. Он просто трудился своими руками. Но вот про Него так написали, что Он находился в любви у Бога. И вот наша жизнь, она должна быть чем-то таким, что вот как будто тебя Бог в макушку поцеловал. Да, вот как-то изначально. Я так благодарен своей маме однажды, что она произнесла такие слова про нас с братом. Помню, я вам это говорил. Пророческие. Что у меня есть брат старший, и он был всегда для меня примером. Я был уверен, что он станет богатым. И я хотел, ну я говорил это, да, что я хотел прокатиться за его счет. Думаю, братан станет богатым, а я брат. А мама про нас сказала, что у Сергея сильный характер. Я так думаю, а у меня же что? А Максима любит Бог. И вот когда-то мне это показалось чем-то таким. Мне тоже, может быть, хотелось, чтобы у меня был сильный характер, которого у меня не хватало много раз. Да, я погулял там в свое время. Я похулиганил. Но, вот знаете, вот все равно, вот это вот, что Бог нас любит. И это должно быть видно. И в последнее время я даже, ну от нескольких людей я получал это свидетельство. Да, когда я вот это сказал, да, вот про маму, да, что она сказала. И человек говорит, ну это видно. И вот, понимаете, да, про что я говорю? Мы, вот мы к этому должны стремиться. И понимать это, что вот что такое христианство. Что христианство это не быть таким занудным, религиозным человеком, ворчащим, критикующим, многоисполняющим. Вспомните брата блудного сына. Вспомните. Вы как относитесь к этому образу? Много раз вот что-то внутри нас, оно похожее. Помните, как он не захотел радоваться, когда блудный сын вернулся? Он пытался сказать отцу, он все расточил там с блудницами. С блудницами все расточил. Наверное, сам хотел тоже с блудницами побывать. Но его религиозная совесть ему не позволяла это делать. А этот прогулял все, а теперь ты его принимаешь. А ты мне даже козленка не дал с друзьями поесть. И на что ему отец говорит, сын, он был удивлен. Все мое, твое. Ты почему сам себе запретил спросить у меня козленка и поесть с друзьями? Почему ты думал, что я откажу тебе или вообще, что ты не можешь это сделать? Знаете, вот много раз люди так живут. Зажали себя сами в какие-то законы, в какие-то цепи, в какие-то вот рамки. Не живут и критикуют Бога. И недовольные. А нужно было все просто попросить. И вот поэтому Иаков говорит, завидуйте, убивайте. Вражды и распри у вас. А все почему? Потому что не просите. А если просите, то просите не на добро. И мы должны это понять. Вот эту вот привилегию быть сынами Божьими. И что отец говорит, что все мое, твое. Все мое, твое. Иисус пришел для того, чтобы имели жизнь. Не просто вот терпели здесь в этой жизни для того, чтобы пойти в следующую жизнь. А жили. Екклесиаст. Давайте откроем. Пятая глава. Екклесиасту-то верите хотя бы. Знаете, есть люди, которые умудряются. Ну, Екклесиаст, он же там перепутал. У него же там было куча жен. Он же там идолопоклонником стал. И поэтому мы такие смотрим еще. Что из книги Екклесиаста нам принять, а что нам не принять из книги Екклесиаста. Это в Писании. Бог дал этому быть. Бог записал эти слова в книгу жизни. Екклесиаст, пятая глава, 17 стиха. Вот еще, что нашел я доброго и приятного. Есть и пить, и наслаждаться добром во всех трудах своих, какими, кто трудится под солнцем во все дни жизни своей, которые дал ему Бог, потому что это доля его. И если к какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. Недолго будут у него в памяти дни жизни его, потому что Бог вознаграждает его радостью сердца его. Вот. Библия хочет нам, ну вот, она ясно говорит, что живи, наслаждайся жизнью. Недолго будут у него в памяти дни жизни его, потому что Бог вознаграждает его радостью сердца его. Как ты живешь? Ты живешь или ты анализируешь свою жизнь и планируешь, как тебе жить все время, да, вот, решаешь, выбираешь? Или ты способен и хочешь жить из сердца? Потому что вот я много раз это уже объясняю, еще раз объясняю, что такое быть исполненным Святого Духа. Это не диктовать себе, как поступать, а это поступать, как ты хочешь, из своего сердца. Потому что ты веришь, что во мне Святой Дух. Я ищу Бога, я знаю Бога, во мне Его Слово, я не ищу греха. И если вот мне приходят какие-то моменты для того, чтобы вот, вот, я хочу это пробовать, хочу это пробовать, иди живи, пробуй. Я хочу этому человеку что-то сказать, я хочу этому человеку что-то подарить там или купить, или еще что-то. Делай. Если ты не научишься жить из сердца, то, считай, ты не научился жить. Ты просто вот пытаешься жить по букве. Да, вот, что Библия говорит? Буква убивает. Буква убивает. Что это значит? Буквальное исполнение слова тебя убивает. Вот то, что ты себя заставляешь делать из того, что ты читаешь, тебя убивает. А что же вытворит? Дух же вытворит. Дух же вытворит. И это значит, вот эти слова, которые ты, в принципе, через себя пропустил и когда-то прочитал как букву, они должны начать рождаться из твоего Духа, из твоих желаний. Когда Бог, ну вот, когда ты веришь, когда ты возрастаешь, да, когда ты рожден действительно от Духа Святого, вот здесь ты должен задать себе вопрос, я рожден от Духа Святого, я христианин, и если ты христианин, живи, живи, не бойся ошибаться. Неужели ты думаешь, что Бог настолько бессилен, что вот твои ошибки смогут остановить его в твоей жизни? Мы так иногда боимся вот ошибок, так иногда боимся каких-то решений, они нам кажутся какими-то настолько ключевыми, настолько ответственными, что мы просто зажимаемся и не принимаем никаких решений, и не живем. У нас в центре, вот я помню, в Рету говорили про некоторых людей, когда вот люди замерзли просто вот в своей какой-то религиозной вот этой вот скорлупе, про них говорили, ему лучше уйти сейчас и колодца опять начать, для того, чтобы потом прийти. Понимаете? В этом есть определенная какая-то мысль. Кто-то заерзал такой, а не пойти ли мне сейчас? Я получил откровение, да? Жестко, но, знаете, вот блудный сын, хочешь не хочешь, он пришел к настоящей жизни. Пришел вот к этим взаимоотношениям настоящим с отцом. А вот этот старший брат, я не знаю, как он. Библия нам ничего не говорит про него, но как-то горько немножко, да? Все то, что он говорит, все то, что он несет, именно вот тот его дух, да? Вот это вот его отношение, его видение, его представление, оно настолько им владеет, оно настолько его держит в цепях, что человек просто вот не живет. Понимаете? И я говорю, часто это во всем отражается. Много раз даже по одежде видно. Знаете? Что вот не живет человек. Уже 2021 год, а у каких-то людей там 99-й на них ходят. Некоторые скажут, что да ладно, что? Но это вот все является неким отражением. Поэтому, как ни крути, да, встречают по одежке. Аминь. Ну, вот я красиво одет, нет? Я знал, что вам понравится. У нас много женщин, и я для вас одеваюсь тоже. Стараюсь. Иисус тоже одевался красиво, да? Его одежду делили. Она не была у него там какая-то вся из драгоценных камней, но она имела ценность. Вот эти люди, которые ее забирали там потом, они ее реально делили, даже жребий бросали. То есть это вот не лохмотья какие-то были. А у нас иногда вот этот вот дух религии, вот я помню, еще когда я был в центре, я там встретил, в газельке ехал, и вот сидел парень. И я так понял, он православный, у него вот это вот кольцо было, знаете, спаси и сохрани, да? И вот вот одежда была соответствующая, волосы были соответствующие. Ботинки были дырявые. И вот он, дух религии, понимаете? Дух уничижения, самоуничижения, что в этом есть что-то вот духовное такое. Мы должны на Иисуса смотреть. И вот эти вот маленькие моменты, ел, пил, дружил с грешниками, находился в любви у всего народа, находился в любви у Бога. Вот это должно быть, вот мы на это должны смотреть. А в моей жизни это есть? Потому что, ну вот... И вот недавно мне стих открылся как бы по-другому немножко, когда Иисус говорит, что Дух Святой придет и обличит мир о грехе, о правде и о суде. И вот первое, что он говорит о грехе, что не верует в меня. Знаете, вот и там все, там некий комплекс. Что такое грех, мы как-то с вами говорили? Грех это мимо. Да? И вот это вот неверие в Иисуса, именно вот в того Иисуса, которым он был. Потому что мы много раз нарисуем себе другого Иисуса. Мы назовем это Иисусом, но это не соответствует того, кем был Иисус. Понимаете? Того, как он нам открывается в Писании. У нас у каждого свой Иисус в своем представлении. Но есть один Иисус, вот какой он был. И вот это вот о грехе, что не верует в меня. Вот именно вот в него не просто как... А вот в него полностью, в том комплексе, да, который он вот из себя достал, да, кем он себя явил. Вот эту жизнь, да. И вот он говорит, что много раз... И это грех, то есть это путь не туда. Это мимо. Вот это вот неверие в Христа, такого, какой он был на самом деле. Потому что еще, ну, как бы, вот не только вот я верю и все, я говорю, но ты его увидел. Ты его увидел, вот ты его должен увидеть. Я много раз, ну, как бы, вот я помню в начале мне было трудно. Я был, когда приехал в центр, и там все, Иисус, Иисус любит тебя, Иисус любит, Иисус есть любовь. И много слишком было Иисуса. И мне даже вот как-то вот, у меня было какое-то даже вот внутреннее отторжение. Я, мне, Бог как-то, да, с Богом у меня всегда было более-менее все нормально. И как-то вот, а Иисус мне вот, я не видел, что там любить. Я не видел, на что там смотреть. Потому что вот сто раз вам показывают религиозный стереотип. Что вот он такой. И я начал его менять. Я начал искать в Библии, что он, кто он. И вот я говорю, когда мы читаем про Давида, про Гидеона, про Самсона, вот это лишь маленькая часть Иисуса. То есть вот эти смелые люди, умеющие жить, живущие, вот они являются вот лишь небольшим отражением того, кем был Иисус. И вот ученики, они его видели. Они говорят, мы видели, мы трогали, мы чувствовали, мы переживали. Это жизнь. Вот поэтому мы должны вот его увидеть. Молись, чтобы Бог открыл тебя Христа. Молись, чтобы действительно вот, знаете, есть вот эта мода последнее время. Была ли у тебя встреча с Иисусом? Есть люди, которые рассказывают, что у них была встреча с Иисусом сверхъестественная. И так это сейчас вот модно, какой-то проповедник, который пытается подняться, он рассказывает о какой-то такой сверхъестественной встрече с Иисусом. Вот сам пришел там, на небо меня сводил там, мне все показал, все рассказал. И все, и мы живем какой-то вот этой вот тоже вот. А мы-то ущербные, правильно ли? К нам-то не приходил часто. Ну, ко мне не приходил. И вот когда я этого наслушался, я тоже вот начал с себя, думаю, ну вот мне тоже надо. И вот у меня был сон однажды, вот я вот Бога попросил тоже, давай встречу уже. 15 лет христианин, встречи не было, вот нужно встречу еще, чтобы другим показать и другим рассказать, что у меня была встреча. И мне приснился сон. Я его там увидел. Это был мужчина, темненький, с бородой, одетый в джинсы, какая-то светлая у него была рубашка. И вот я как-то, я понял, что это он, и он как будто даже не глянул на меня, сделал вид, что как будто он меня не заметил. Я вот это пережил. Но ощущение было, что он меня знает. И я потом написал стихотворение, что вот вчера приснился мне Иисус, он был обычный, неприметный. Короткий сон, но не забыть тех ощущений. И потом в конце я понял, да, что это была за встреча, что я просил, а он не отказал. Но он сделал так, чтобы я его увидев, блаженство лучшего не потерял. Потому что блаженны те, кто верует, не видя. И лучше нам оставить на потом ту встречу с ним, которой мы томимы. Ведь это главное, ради чего живем. О, помню. Аминь. Можете похлопать. Ну так, чтобы просто разморозиться чуть-чуть. Вот, поэтому, понимаете, да, мысль. Да, вот. Нам нужна встреча с ним, вот именно вот это. Он же сказал Фоме, да, что блаженны те, которые поверят, не видя. Вот нам действительно не обязательно вот эту сверхъестественную какую-то встречу с ним. Нам достаточно того, что есть в Библии, и мы можем этому поверить. И нам нужно, чтобы он нам открылся не в плоти, в которую он ходил, а вот в этих вот, в духе и вот в этих символах, которые про него описаны. Чтобы вот я во всем вот старался быть похожим на него. Я вам много раз говорил, что я часто, ну как бы, вот, я не пощусь из-за того, что ученики Иисуса не постились. Ну и, во-первых, я не хочу поститься. Да, чтобы не раздражаться и не ожидать чего-то, что я вот что-то у Бога. Мне вот сама эта мысль не нравится, что я какими-то своими усилиями должен что-то от Бога получить, что вот мне что-то надо. Но когда у меня была боль и беда, которую я проходил, мне кусок в горло не лез. Я просто не ел. Чуть-чуть поел и все. Мне не надо было поститься, потому что вот это так. Понимаете, поэтому он и говорит, что когда жених с вами, ну зачем? Настанут дни, когда будет очень плохо, когда будешь что-то проходить. Вот тогда будешь там, все само собой будет, все естественно. Ну вот в этой своей мысли нужно часто вот, ну, мне приходилось стоять и бороться с голосами религиозных людей в моей голове, которые говорят, что да ты не постишься просто потому, что ты плотской и не хочешь вот страну, ну, как бы вот. Ты просто слишком слабый духовно, поэтому тебе, ну, ты не можешь и все. Это в моей голове, я не говорю про вслух. Вслух такие вещи обычно не говорят. У вас живут религиозные люди в вашей голове, нет? Вот. И будут жить. И поэтому вот нам приходится, нам будет приходиться делать этот выбор. Как поступать, по плоти или по духу? Что нам диктует? Стать как все больше или все-таки вот быть как Иисус? Не просто оригинальным ради вот того, что я такой оригинальный, хочу быть оригинальным. Но я вот действительно хочу вот подражать ему во всем. И, ну, некоторые начинают подражать ему в том, что идут там в сорокадневный пост. И не знаю, я особо не слышал, что там что-то, что люди уподоблялись Иисусу, пройдя через него. Хотя я как бы не против. Если кто-то идет, если кого-то Бог влечет в это, то, ну, пожалуйста. Но я боюсь за то, что как бы это в твою жизнь больше гордости не принесло. И надменяешь, что я смог, я это прошел. Я вот этого больше боюсь. Может быть, опять я оправдываюсь, да? Религиозные люди сейчас говорят в моей голове, что ты просто опять же не хочешь. Ну, знаете, я много раз вижу моментами, что у меня получается. Что у меня получается вот именно по настроению, по духу быть похожим на него. Когда я ощущаю, что вот в моей жизни видно, что Бог со мной. Когда в моей жизни у меня есть много друзей, которые очень хотят быть со мной, да? И которым интересно быть со мной. И они знают мою позицию, знают мои убеждения. И моя жизнь, она их не судит рядом с ними. Из-за того, что даже они там пьют или курят или еще что-то, или матом ругаются. Поэтому вот живешь ты или не живешь, знаешь? Живешь ты или планируешь жить? Потому что вот, ну, как бы мы можем нести и передавать только то, что чем наполнены. Вот нам не дано, знаете, мы можем вот чему-то учить, о чем-то там рассказывать другим людям, да? Но если мы этим не наполнены, мы это не передаем. Мы передаем только то, чем мы живем. Мы способны, вот это вот, вот из нас это течет. И многие люди, знаете, они вот не женятся и не выйдут замуж, пока не начнут жить. Потому что вот никто, ну, как бы не захочет жить с тем человеком, который не живет. У которого вот внутри просто вот нет жизни. Он планирует жить, он живет какими-то стереотипами, он будет навязывать другому человеку свои какие-то вот убеждения. Он будет пытаться менять этого человека там и так далее. А мы на самом деле должны просто жить, научиться жить. И все. И когда вот мы обретаем это в своей жизни, Бог нам и мужа даст, и жену даст. Все даст. Потому что вот, ну, как бы мы готовы к этому. Потому что что такое муж и жена, да? Это то, что вот живет, да, вместе. Живет чем-то. Еще хотел сказать вам про книгу жизни. Как вы себе представляете книгу жизни? Знаете, вот, а? Большая старая книга, да? С огромным списком имен просто, да. И помните там, да, вот в откровении, да, что поставили там 666. Начало и на руку всем тем, кто не был записан в книге жизни Агнца, да? И нам, как всегда, представляют, что есть некая книга, есть я там или нет я там, да? Ну, на самом деле, это немножко не так. Это вот книга именно жизни. Книга жизни с Агнцем. Книга жизни твоей жизни со Христом. Со Христом ли ты или не со Христом? Во Христе ли ты или не во Христе? Живешь ли ты вот этой жизнью, где происходят события, которые можно вписать в книгу? Происходят ли там какие-то опыты, какие-то откровения? Что-то вот с тобой происходит в этой жизни или нет? Ну, вот, потому что, когда мы читаем про Христа, его жизнь была полна событий. Там пришел, там исцелил. Мы читаем про апостолов, и там тоже события. То есть, там есть некая жизнь, там есть вот действительно вот Бог действует. И вот эта вот книга жизни, это вот каждый из нас, ну, грубо говоря, вот пишет эту книгу, живя своей жизнью. И вот мы хотим, чтобы книга была интересной, правильно или нет? Мы же не читаем неинтересные книги. Нам не нравится просто читать список имен и фамилий. Нам хочется читать в этой книге каких-то событиях, а не обычных событиях. И мы, знаете, вот, и вот я смотрю, что вся Библия так написана, что там вот есть очень много чего-то похожего в плане принципов, но все время истории, они движутся как-то по-разному, как-то по-другому. То, что вот, если народ Израиля ждал царя, ждал Мессию, и они смотрели на Давида, и они думали, что вот так как-то должно быть. Но пришел Христос, и вот умер за грехи, освобождал, воскрешил. Они даже вот, они не ожидали даже, что вот это будет такая книга. Понимаете, и вот книга Откровений сынов, да, то, что ждет творение, она тоже должна быть какая-то вот, какая-то другая, какая-то новая, какая-то своя, с какими-то вот новыми опытами, с какими-то новыми откровениями, вот с чем-то новым. И вот, ну, Бог так хочет вести нашу жизнь. Пишется ли книга или не пишется в твоей жизни? Есть что-то, что можно вот действительно вписать в книгу, что будет интересно другим людям прочитать про твою жизнь. Знаете, вот мое пробуждение, оно началось самое первое, это вот в 16-м году, что я вот, я захотел написать книгу. Я купил вот этот свой знаменитый ноутбук с яблочком. Он уже стал знаменитым, люди даже писали. Для того, чтобы научиться печатать, я не умел. Это было очень долго. Сейчас я печатаю достаточно быстро, и мне даже нравится это. И, ну, как бы, я вот принял это решение, что вот, ну, хочу я написать книгу. У меня есть, ну, и я просто хотел написать какие-то свои откровения туда, которыми вот как-то жил, просто вот проповедовал. Мне казалось, что, ну, как бы, для меня это было ценно. И мне казалось их даже много, что я вот могу это описать. И я начал в интернете искать, как это сделать, как написать книгу, советы. И один из советов был, расскажи своим друзьям и знакомым, что ты собираешься написать книгу. И я, алло. Ну, как-то вот начал об этом тоже рассказывать. Через какое-то время тоже все равно, как за… Потом вот появился ноутбук, я начал пытаться там что-то писать. Это на самом деле очень достаточно сложно. Одно дело вот у тебя там что-то в мыслях, другое дело изложить это на бумагу, и потом представить, как этот человек будет читать. Но потом Бог начал делать дела. Вот просто начал делать дела, и мне как бы вот так внутри прозвучало, что Бог как будто увидел это, он не остановится. Надо ему дать его жизнь, что туда написать. Потому что, ну, действительно, вот, ну, то, когда я начинал, оно было вот достаточно мало. И сейчас есть намного больше. И я понимаю, что это только начинается. Аминь? Знаете, вот, имей вот это вот желание, чтобы вот твоя жизнь могла быть описана в книге. Что вот туда было что вписать, что там есть что-то интересное, что ты действительно живешь и позволил себе жить. Что ты не просто доживаешь, что ты не просто вот мучаешься, страдаешь. А ты вот начал жить. Начал делать ошибки. Начал вот что-то делать даже. Потому что ошибки очень интересно читать. Мы все любим в бельишке поковыряться, да, в каком-то. Ну и что? И Библия, она тоже про это. Если вы посмотрите, много раз так даже говорят, да вообще ты читаешь про этих святых, в кавычках, и они все далеко не святые. Возьми Давида. Взял девушку, забеременела, убил мужа. Он быстренько покаялся. Встал, сын умер, все, и стал царствовать. Я не говорю как бы вам про это. Да, ну, ты всех смотришь. Авраам. Это моя не жена, это моя сестра. Иаков. Брат есть хочет. Продай первородство. Да, вот. Ты смотришь, вот, ну, вот. Они двигались, они пробовали что-то, да. Мне нравится этот фильм Остров. Вот про этого человека. Смотрели фильм Остров? И там вот в начале вот эта вот такая личность трусливая, да, которая, но она хочет жить. И вот немцы их хотели расстрелять, и он там жить хочу, жить хочу. Не убивайте, не убивайте. И вроде как вот другой стоит героем, а вот этот вот, который жить хотел, иди застрели, тогда жить будешь, да. Не хочу, пам, застрелил, да. И вот, и потом вот жил со всем этим, и носил это покаяние, да, в своей жизни, и давал жизнь другим. Потом Бог так все вывернул эту историю, что оказывается за счет того, что этот человек так сильно хотел жить, даже тот выжил, которого он попал, ранил, тот упал в воду, а потом выжил и выплыл. Да, вот, ну, я понимаю, что это не Библия, но это, как бы, такая жизненная, красивая история. Поэтому, ну, вот, живи, хоти жить. Потому что, вот, ну, Иисус есть жизнь. И Он тебя сюда привел, в эту жизнь, для того, чтобы ты жил. У меня тетя есть, знаете, да, которая три года назад уже была в таком плачевом состоянии, все, ее там, один из последних инсультов разбил, и врач пришел и сказал, что все, готовьтесь, сейчас со дня на день. Очень плоха. Мама мне сказала. А эта тетя оставила мне с братом наследство. И у меня как-то вот эта вот совесть, думаю, ну, как-то вот, что я тетя не послужил. Я говорю, мам, давай я приду, помолюсь, грехи я отпущу. Вот верю я так, помолюсь за грехи. Он говорит, ну, давай. Я пришел, помолился, и тетя ожила. Она не стала вот полностью, как бы, жить, но вот она до сих пор живет, и мама на меня где-то сердится. Ну, как бы, хотела бы, да, сердиться, наверное, да, потому что, ну, сами знаете, что такое, когда человек, вот, за ним нужно ухаживать. Но она живет, знаете. Ну, я имею в виду, вот все равно. Знаете, в Библии написано, что мертвому псу лучше, ой, живому псу лучше, чем мертвому льву. И вот она любит покушать все равно, она толком говорить не может. У нее работает этот телевизор, но она все равно вот живет. И моя мама. Из-за того, что вот ей есть, о ком заботиться, это ее уже такая постоянная ноша, как бы, в жизни, что вот приходится, то с одним сидела, там, то с теткой сидела, то с отцом своим сидела, когда он умирал. Вот она такая у меня, святая Татьяна, которая вынуждена заботиться о людях. Но ей много лет, и если бы она сейчас вот просто стала вот таким пенсионером, а так ей нужно собираться каждый, ну, не каждый день, там, мы наняли тоже сиделку с братом, поэтому половина времени она, половины нет. Но я говорю, мы не знаем, как, да, вот как Бог нас, да, в жизни. Поэтому лучше живи. Для того, чтобы вот Богу не делать в твоей жизни вот каких-то таких вещей, которые будут тебя обязывать жить, обязывать брать себя в руки, что-то делать там и так далее. Вот, поэтому я на этом буду заканчивать, потому что я хотел именно вот просто оставить эту мысль, да, что живешь ты или не живешь? Разрешаешь ли ты себе жить или не разрешаешь? Не живешь ли ты как брат блудного сына, который потом сказал отцу, а мне и козленка не дали? Я не призываю тебя быть блудным сыном. Но жить в страхе, жить, не жить, представлять, как ты будешь жить потом, или как ты хочешь жить и так далее, понимаете, это не есть то, что Бог для нас определил. Он хочет, чтобы мы имели жизнь и имели ее с избытком. И жизнь его в его сыне. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok